Апрельским решением Министерства энергетики нам было выделено 2000 тонн с СНПС, это Актюбинский газ, и потом уже, когда это было выделено, мы это отработали, с предпринимателями тоже была определенная работа проведена, когда уже через неделю после всего этого нам был постфакт, нам сказано, что станция отгрузки будет город Кустанайск. Учитывая транспортную логистику, посчитая транспортные расходы, нам бы станция отгрузки Кустанайской обошелся в два раза дороже. Естественно, две недели шли дебаты, на совещании нам определили станцию разгрузки этого, как его, жиженного активного газа, станция Порт-Октал. И теперь, вот, в пятницу было принято решение Министерства энергетики, 21-го уже вагоны были поставлены в СНПС, и во вторник уже 18 вагонов были отгружены. Сейчас они в пути, уже находятся на станции Бенел, и ориентировочное время поступления этих вагонов 10 часов на станции Мангышлак. С сегодняшнего дня газ ГПЗ выходит на полную, вот этот вот ремонт он закончился, выходит на полную мощность. Сегодня, вот если, вот были дни, когда у нас по 200 тонн выдавалось, ну понятно, 460, почти 500, в день мы выдавали газа, то она у нас уменьшилась в разы, было до 210, дошло. То с сегодняшнего дня мы выйдем на объем 400 тонн, сегодня будет отгружена КАЗ ГПЗ, и с завтрашнего дня КАЗ ГПЗ выходит на полную мощность 450 тонн. Кроме того, мы еще, вот в качестве эксперимента, если мы с завтрашнего дня выйдем на полную мощность, мы 14 тысяч тонн, ведь естественно, они все наши, все во внутренний регион пойдут. Но мы еще параллельно запросили тысячу тонн актюбинского газа, чтобы вот это, если вот мы с 26-го начнем этот актюбинский газ как в качестве дополнения отпускать на внутренний рынок, то мы планируем, что вот эти 2000 тонн, они к нам до 7-го июня будут, с учетом подхода вагона, мы постараемся их тоже не останавливать, да, и мы еще в качестве, потому что, видите, вот эти 2000 тонн, они получаются переходящими, правильно же, какую-то часть в мае, какая-то часть в июне к нам поступит. Но мы еще параллельно тысячу тонн заказали именно актюбинского газа.